Когда в семье рождается один ребенок, родители испытывают большую радость. Но представьте, какое счастье, если рождается двойня. В народе говорят, что это божий дар. У нас в Ямальском районе есть вдвойне счастливые семьи. В минувшие выходные они собрались на праздничном вечере в Ярсалинском центре национальных культур. Подробности в сюжете. Когда эти дети двойняшки или тройняшки рождаются, это, конечно, может быть действительно двойная сложность, двойная трудность, уже больше расходов. Но потом, когда деточки подрастают, они, конечно, приносят двойную радость. Поэтому наше мероприятие называется двойное счастье. На праздничный вечер в уютной обстановке собрались девять вдвойне счастливых семей. Двойняшки от самых маленьких и до самых взрослых стали виновниками мероприятия. Организаторы отдел органов ЗАГС Ямальского района и Центр национальных культур села Ярсале приготовили для дорогих гостей много сюрпризов и разных конкурсов. Один из них, самый первый, – визитка, в которой нужно представить свою семью и рассказать о планах на будущее. Планы на будущее у нас – вырастить детей, как и у каждого родителя, чтобы они были здоровые, счастливые и ни в чем не нуждающиеся. Мама хотела сыночка, а папа о дочке мечтал. Спорили и гадали, кого же Господь им послал. Не знали они, что судьбою в их споре поставлена дочка. И в теплое июльское время им Айс принес два кулечка. В одном – светлоглазая дева, в другом – карапускаре глазый. Не стал этот Айс терзаться и выполнил оба заказа. И счастлива мама, и папа ужасно довольный. Не всем так везет родить разнополую двойню. Два мальчика. Но и наши гости пришли не с пустыми руками. Каждая семья приготовила свое традиционное семейное блюдо. Идею провести подобный вечер для семей, в которых есть двойни, начальник Ямальского отдела органов ЗАГС Елизавета Яптик обдумывала давно. Но в 100-летний юбилей службы записи актов гражданского состояния планы, наконец, воплотились в реальность. В этом году мы предложили отделу культуры. Отдел культуры нам любезно, как говорится, согласился помочь в организации этого мероприятия. И вот в этом году мы организовали. Пока собрали мы, конечно, ярсталинские семьи. Но мы спустили свой план тоже своим специалистам в поселках. И мы надеемся, они тоже подключатся. Потому что по статистике у нас все-таки каждый год рождается по району 3-4 семьи обязательно. То есть мы собрали еще тех, которые живут в поселке. Понятно, что тундровиков не соберешь. Всех тундровиков не соберешь. Но одна кочевая семья все-таки пришла на вечер. Супруги Олег и Екатерина Худи – счастливые родители пяти детей. Возможность родить двойняшек была всегда, но супруги не ждали этого. О том, что в семье появилось сразу двое сыновей, Олег узнал только после родов жены. Вот так-то особо-то и не ожидали. Еще дело в том, что у нас три дочки. А мы никак не думали, что у нас родится двое пацанов. Даже не знал, куда себя девать. От радости вообще. В тундре, как известно, болеть нет. Потому пол ребенка не всегда удается знать наверняка. Остается только положиться на мнение опытных землячек. Обычно у нас там бабушки говорят, у тебя мальчик будет. А мы потом почувствовали. Скажите, а сложно сразу с двумя справляться? Трудно. Трудно было в первое время. Первое время трудно было. А потом мы вот так как, немного привыкли как-то вот так вот. Ну, нормально было так-то, ничего. У нас есть спирота, у нас сколько? Трое дочерей выросли. Помогали? Да, помогали, да, конечно. Не ожидали двойные семьи Ощербининых. Родители, узнав эту новость, сначала готовились морально. Затем начали закупать все, что было необходимо для владеться, только уже в двойном размере. Сегодня в семье растут трое ребят. Два старших брата и младшая сестренка. На вечер все семейство пришло с большим удовольствием. Ну да, мы ждали этого дня, как бы готовились немного. Вот, настроение радостное, веселое. То есть, как бы, чего ожидали, то и получили. Дети тоже ждали этого праздника. Мы их заранее предупредили. Они это называли праздником и ждали этого дня. В юбилейный год для службы ЗАГС России нужно особое внимание обратить на сохранение семейных ценностей. Потому ямальский отдел запланировал много мероприятий, в одном из которых пригодится помощь ямальцев. Одной из них мы хотим сделать выставку семейных реликвий, которые мы предлагаем жителям поселков, даже других, кроме Ярселя, посылать нам, может быть, какие-то семейные атрибутики, которые остались от бабушек, от дедушек, свою. Кто фату, может, принесет, кто туфли принесет, кто, может быть, сохранил подвязку от невесты. Ну, в общем, всяческую это. Можно открытки какие-то интересные старые принести. Что из этого получится и как дальше будет проходить год для Ямальского отдела ЗАГС и всех жителей Ямальского района, мы расскажем в наших будущих выпусках. Дарья Зимина, Владимир Беленко, Ямальское телевидение, Ярселе.